Чёрное зеркало Не понятно, кто-то, видимо, её хочет действительно подставить А мы занимаемся тем, что пытаемся выяснить всё про махинации Фуллера И как-то помочь нашей новой подруге, попавшей в беду Дождь, правда, как-то немножко выглядит не совсем реалистично Хотя вон капельки даже на асфальте вон были Так что ладно, не будем ругать И графика здесь, на мой взгляд, для квеста отличная для такой простой, достаточно низкобюджетной игры Привет! Здравствуйте, мистер Майкл! С чем я могу вам помочь? Как сегодня чувствует себя моя мама? Без изменений Её жизненные показатели в норме, но она продолжает находиться в коме Значит, нам остаётся лишь ждать Судя по всему, да Тот тип, который интересовался моей матерью, он появлялся здесь снова? Нет По крайней мере, в моё дежурство Спросите других сестёр, чтобы они мне сообщили, если он здесь появится Этого человека разыскивает полиция Я знаю Полиция уже прислала факсом его фоторобот Хорошо Оперативно работают Мы даже успели только дорогу перейти до госпиталя Они уже вон фоторобот прислали Прям, да Прям как не в России, действительно Так, вы в курсе, что случилось с Фуллером? О, да Мне рассказала Беатрис Сегодня утром его привезли сюда Он истёк кровью Вы знали Фуллера? Не лично Что вы имеете в виду? Я слышал о нём, в том смысле, что женщинам не стоило бы у него фотографироваться Окей, слушай, я тебе скажу Как женщина, это не очень хорошая идея, чтобы вы снимали его фотографии Почему нет? Он был мерзким типом и, судя по всему, часто распускал руки, по крайней мере, так говорят Спасибо за сведения Никаких проблем Ладно, давайте заглянем к матери Дэрена Смотрю, курточка-то у него промокла под дождём Прям так всё реалистично Лучше я оставлю весы здесь На кой они мне нужны? Ну окей, мы будем знать, что они здесь, по крайней мере Пожалуйста, мам, поправляйся скорее Поправляйся И расскажи мне правду о своём О вашей социации аварии Ладно Надеюсь, что Хоть как-то она эти слова слышит Попробуем проникнуть вот сюда Но нас, скорее всего, не пустят Да Привет Доставка? Да Накладная А, я не взял её с собой Тогда сходи за ней О, конечно Да, так охранник, конечно, классный тут работает на входе Ну понятно Значит, нам нужна теперь фейковая накладная В прошлый раз было нужно фейковое Это самое извещение почтовое Ну вот, задачи похожие Со слегка небольшими изменениями Ну, как и следовало ожидать Передняя дверь опечатана полицией Можно было бы догадаться Полиция опечатала дверь Мне нужно найти другой путь Ну, попробуем Я, правда, боюсь, что всё-таки копы поумнее фуллера И опечатали ещё и заднюю дверь Давайте убедимся в этом тоже Ну, так и есть Дерьмо Задняя дверь тоже заперта Я должен что-то придумать Как я войду в дом, не повредив печати? Знаете что? Вот, возможно, через эту решётку Ведь она ведёт в подвал Помните? Подвальное окно-то Правда, странная какая система Как вот сюда вот Вода, типа, не стекает Дождь хлещет прямо в подвал, по сути Да, это может стать моим входом в дом Через приямок я попаду в подвал Но сначала мне нужно убрать решётку Она слишком тяжёлая и приржавела к бетону Так, сейчас будем тогда Использовать, наверное, какой-то трос Вот типа этого Трос И какой-нибудь рычаг Так, привяжу трос к решётке К решётке И куда ещё? Ай, к окну Ага И нужно будет сейчас, наверное, надавить на этот трос Чем-то Вот, например, вот этим прутом металлическим Попробуем Хватит нас, силёнок-то То, что работало у древних египтян Должно сработать и у меня Да Старые, добрые Даже чём делают А-а-а Палку накручивают Ну, трос на палку, короче, накручивают Да, действительно, кстати, неплохая идея И прям даже меньше усилий нужно к этому прилагать Ну, получилось же Мы молодцы Мой личный вход в царство Фуллера Заходим Только прихватим с собой Прут Возьмём прут ещё раз Возможно, он мне снова пригодится Ну вот Теперь спускаемся вниз Побеждён Тысячелетней техникой Постыдись До Фуллера уже К сожалению Некого и нечего стыдиться Угу Вот за этими фотообойми Как вы помните Находится потайная какая-то дверь С кодовым замком Мы Фуллера застукали выходящим из неё После чего он нас уволил Позади этих фотообоев потайная дверь Фуллера Но если я их поврежу Могут возникнуть неприятности с полицией Должен быть какой-то способ убрать их в сторону Так, что-то я смотрю С электричеством тут всё в порядке Лампочки мигают Прям даже полностью гаснет на несколько секунд Как вы помните Мы когда были в кабинете Фуллером И смотрели на карту мира Дэрон обратил внимание на страны Которые были отмечены Фуллером И на записку Которая там рядом висела Я сейчас это проделаю ещё раз Ну просто чтобы на всякий случай Всё активизировалось Но вам показывать не буду Потому что вы это уже видели Вот тут вот слева от этих обоев Висят какие-то шнуры пронумерованные И они, видимо, соответствуют тем странам Которые Фуллер отметил на карте Значит, в такой последовательности Надо их дёргать Четвёртый шнур Это Юта Есть Далее Первый Это Аризона Ну, наверное Я просто честно не знаю Как выглядит Аризона Пятый шнур Сейчас Это Каир Египет То бишь Да Этот самый знаменитый Сфинкс Так Китай Третий шнур Да Великая китайская стена Похожа И Второй шнур Это Европа Какой-то замок Средневековый И вот Дверь открылась Всё Скобы открыты Полотна скручены наверх Так Опять свет потух Что ж такое-то Хм Если сюда встать Такое ощущение Какое Словно стоишь У врача На механических весах Пол под ногами Покачивается Туда-сюда И немного уходит вниз Может быть это на самом деле Весы Что у них Общего с потайной двери Ну, скорее всего Эта система связана С весом Фуллера Ага Я так и знал Если это действительно весы Тогда они должны измерять вес Фуллера В то время, когда он вводит код на этой цифровой панели Если и то, и другое соответствует Открывается дверь Хитро придумано А для меня настоящая проблема Понятия не имею, сколько весит Фуллер Мне нужно это выяснить, если я хочу пройти дальше Да Вот для этого мы Обращали внимание на весы-то В маминой палате Ну что ж Пока Дальше мы продвинуться не можем Побеседуем С нашим старым знакомым Эдди Да и с остальными потом Держателями Различного качества и уровня лавочек Этого городка Попытаемся заручиться их поддержкой Эммм Так, как насчет моего диапроектора? Не бойтесь Вот он Он сломан? Нет Он такой же старый и убогий, как прежде Зачем вам вообще нужен теопроектор? Вы же слепой Не суй нос не в свои дела Хорошо, хорошо Но мы уже давно догадываемся, что ты Не настолько слепой, как кажешься на первый взгляд Вы видели этого человека? Ты издеваешься надо мной? Эмм Сори Это было неплохо, да Вы слышали, что случилось с Фуллером? Конечно Полиция была здесь Хотела знать Может быть, я что-то слышал А вы слышали? У меня уши, как у рыси Но в то время шел дождь И если капли стучат по жестяной крыше под моими окнами То я, конечно, этого боль Кроме этого ничего не слышу Полиция задержала невиновную Так бывает Я докажу, что она невиновна Она так красива Она чертовски красива Но не в этом дело Ну, понятно 60-летнему Триакламу Перцу Ты бы так же помог В конце концов, это не важно Сильные должны помогать слабым Твоя обязанность вызволить ее оттуда Вы меня в этом поможете? Если смогу Спасибо, дружище, за поддержку Как повторюсь, все-таки ты не такая сволочка, кажешься Привет, Рози Работаешь в поте лица? Да Начальные диалоги так и не поменяли Вы знаете этого мужчину? Он как-то связывался с убийством Фуллера? Конечно Сразу же видно Типичная криминальная рожа Вы его знаете или нет? Никогда не видел Тогда нет Вы уже слышали, что случилось с Фуллером? Разве это не здорово? Я знаю, да? Ю-ху Наконец-то здесь хоть что-то произошло Кровавое убийство в ночи Подозреваемая иностранка Кто знает, что еще всплывет? Возможно, подозреваемая иностранка невиновна О да А убийца все еще на свободе убивает дальше О да Например, продавщица сувенирного магазина Это не смешно О подобном не шутит Ну, а кто первый-то начал Развивать эту мысль? Что вы можете рассказать мне об отеле, о том, что стоит на побережье? Вайлд Кост? Он принадлежит одной семье, которая поселилась здесь очень давно Отель стоит там уже почти сто лет Хорошо ухоженный дом, дела идут неплохо, как говорят Никаких скандалов? Шеф, пожалуй, не ладит со своим сыном Тот околачивается в Портленде Что-то типа музыканта Ну, точно, я не знаю А кроме того? Время от времени там проводятся нелегальные игры Но полиция закрывает на это глаза Почему они это делают? Откуда ж мне знать? Вероятно, инспектор сам играет с ними Спасибо Да-да Да, спасибо за свежие слухи Скандалы, интриги, расследования Это всегда можно узнать у старой доброй Рози Пустой пакет Похоже, клиент собрал содержимое, а упаковку оставил здесь Но и люди Ну, прихватим коробочку, она нам может пригодиться Вот так вот, беспалево Ну, потом Рози-то зачем она Она же на почте работает У нее коробок всяких Завались Пакет снова запечатан Невозможно заметить, что его уже вскрывали Так Не понял А, и что? Окей А, как бы, что это нам даст Если он все равно пустой Почему пакет называется? Это же коробка натуральная Что это тут миссис Байба выбрасывает в мусорный контейнер? Интересно Ходит под дождем без зонтика Прям в рабочей одежде А ливень-то знатный Ну, правда, и Дэрон тоже, он без зонтика Но вы знаете Это молодежь Давайте займемся нашим любимым делом Пороемся в мусоре Доказательства в мусоре? Хм, хм Возможно, оно того стоит Бэх Обворожительный запах Итак Что тут у нас? Мусорные мешки с отходами Упаковки, салфетки и... Эй Там пригоршни бумажных обрывков Ага Ну, значит, нас сейчас ожидает очередной пазл Это может быть интересно Так сказать, классическое Собери разорванное фото Разорванное письмо Или еще что-нибудь из этой серии Ну, так и есть Прям классика жанра Меня всегда умиляло Как в играх Или там в фильмах Всегда вот все эти письма И фотки Так всегда аккуратными кусочками рвут И выбрасывают тоже, знаете Так что все кусочки Обязательно оказываются в одном месте Это прям вот Муа Ну что ж Ускорим этот процесс традиционно Субтитры сделал DimaTorzok Ну вот Последний кусочек Кстати, должен отметить Что этот пазл Попроще, чем в черном зеркале Когда мы фотку составляли Тут практически ничего Не нужно было крутить И потом здесь проще Потому что понятно В какую сторону ориентированы буквы И поэтому легче Немножко все это составлять По кускам Мы прочтем А Я думаю просто Что он прочитает Если я нажму Да, думаю Это письмо Фуллера Миссис Байбу Возможно то самое Которое я вчера Передал ей из рук в руки Дорогая Клэр Я немного разочарован Тем, что ты больше Не приходишь меня навестить Разве ты не скучаешь По тем часам Которые мы прыгали вместе Потому как нам было хорошо Посмотри на эти фотографии Ты выглядишь такой довольный И умиротворенный Ты не находишь? Я знаю Тебе это тоже понравилось И ты просто не решаешься Все это повторить Боишься, что об этом узнают? Да было бы неприятно Заслуженная деловая женщина Должна дорожить своей репутацией Что скажут люди? Что сделать с тобой твой муж? Это был бы настоящий скандал Но я уберегу тебя от этого Я и 15 бенов франков Стоят между тобой И позором Я жду бабки До сегодняшнего вечера Принеси их мне Пару следующих недель Я буду удовольствоваться Твоими фотографиями Фуллер Ну понятно Как я сказал Шантаж Я так и знал Что миссис Байба влипла Как только Фуллер Удрился ее Так сказать Сбить с пути истинного Абсолютно непонятно Фуллер Мерзкий противный гад Это по крайней мере Доказательство того Что Фуллер шантажировал Миссис Байба 15 бена франклинов Это полторы тысячи долларов Но будет ли этого достаточно Для полиции? Они спросят Чем же Фуллер шантажировал Миссис Байба? А Байба станет все отрицать? Мне нужно выяснить Чем я шантажировал Фуллер И я уверен Что ответ скрывается За потайной дверью Ну что ж Дорогие друзья А выяснять Все эти обстоятельства Шантажа Личную миссис Байба И пытаться вскрыть Эту пресловутую Потайную дверь Мы будем с вами В следующий раз Чтобы не пропускать продолжение Подпишитесь обязательно На мой канал Поставьте палец Вверх под видео Если оно вам понравилось Оставьте комментарий И не забудьте Про группу ВКонтакте Фейсбуке И про репосты роликов Спасибо вам за внимание До свидания Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok